Уважаемые коллеги, здравствуйте. Меня зовут Анастасия Дипломская. Я являюсь руководителем отдела приоритетных и ведомственных проектов Российской государственной библиотеки и курирую создание модельных муниципальных библиотек. Сегодня я рада видеть вас в таком онлайн-формате. К сожалению, очень жалко, что мы не можем встретиться лично. Тем не менее, я благодарна организаторам мероприятия Российской государственной детской библиотеки за то, что они дали возможность нам обсудить такие насущные, важные вопросы в столь непростой ситуации, которая сейчас происходит. Я уверена, что наше общение состоится и лично. И после просмотренной видеоконференции вы можете также задать нам вопросы, прокомментировать услышанный материал и поделиться своим опытом, отправив нам сообщение. Сейчас я покажу вам небольшую презентацию, которую подготовила для нашей с вами встречи. Моя презентация посвящена заданной теме «Новые подходы к формированию фондов модельных детских библиотек». Я думаю, вы знаете, что в 2019 году было создано 134 модели библиотеки и 31 библиотека именно среди созданных детская. Созданы они были в 44 субъектах Российской Федерации. Когда мы анализируем результаты, мы, конечно, смотрим и на финансовую составляющую. И мы видим, что в 2019 году на создание таких библиотек было потрачено более 1 миллиарда. При этом федеральные средства составили 860 миллионов, а средства муниципалитетов, субъектов и спонсоров — 245 миллионов. Для нас это очень хороший результат, как мы всегда говорим. Очень важно, чтобы на местах местные власти, местное население чувствовало, что такой проект — это проект общий. Именно поэтому он называется национальным. И вложения были со всех сторон. Когда мы смотрим на аналитику по видам расходов, мы видим, что, конечно, большую часть потратили на мебель, оборудование, ремонт. Но при этом 16% федеральных средств было потрачено на фонды. На самом деле это не такая уж и маленькая сумма. Если пересчитать, то получается, что было потрачено около 130 тысяч миллионов. Соответственно, на каждую библиотеку пришлось плюс-минус 1 миллион рублей на комплектование фондов. На самом деле это достаточно большая сумма. Я думаю, каждый познает, какие суммы тратятся на комплектование муниципальной библиотеки в обычное время. Нам бы хотелось, чтобы эта тенденция, конечно же, поддерживала. Если посмотреть на виды расходов по бюджетам субъектов, муниципалитетов и спонсоров, то здесь как раз преобладает, конечно, капитальный текущий ремонт, другие затраты. И все же есть процент, потраченный на фонды, 6%. То есть, несмотря на то, что федеральные средства в год проекта можно было потратить на фонды, при этом регионы решили и собственные средства тоже расходовать на фонды. И вот получается, более 14 миллионов было потрачено именно на комплектование. Ну, а если посмотреть на цифры именно закупленной литературы, получается, что более 400 тысяч книг было закуплено для модельных муниципальных библиотек. То есть, получается, что в среднем на одну библиотеку было закуплено 3000 книг. Но это в среднем. А если посмотреть конкретно на детские модельные муниципальные библиотеки, то мы увидим, что 19 библиотек обновили свой фонд более чем на 10%. Мы всегда рекомендуем обновлять фонд ежегодно на 5-10%. И вон более 19, точнее, 19 библиотек обновили фонд более чем на 10%. При этом есть библиотеки, которые вообще кардинально свой фонд обновили. Например, детская библиотека Прилуцкого района Республики Коми обновила фонд на 116%. Это очень, конечно, хороший результат. И, например, Атяшевская детская библиотека в Мордовии обновила фонд на 50%. При этом 8 библиотек обновила фонд на 5-10%, и 4 библиотеки обновили фонд менее чем на 5%. Безусловно, тут нужно рассматривать разные факторы, более глубоко исследовать. Тем не менее, уже сейчас мы можем сказать, что фонды существенно обновились. И действительно, у посетителей новых модельных библиотек появилась возможность увидеть качественную литературу у себя, конкретно в своем населенном пункте. Если мы поговорим об объеме поступлений в детские модельные библиотеки по сравнению с 2018 годом, то мы увидим, что в 2019 году объем поступлений в 10 библиотеках вырос более чем в 10 раз. То есть до этого таких поступлений в библиотеку не было. В 8 библиотеках поступлений выросли в 5-10 раз, и в 13 библиотеках менее чем в 5 раз. Это говорит о том, что, конечно, до этого библиотеки существенно не обновляли свой фонд. Ну, это и не новость для нас. Но у каких-то библиотек все-таки ситуация была лучшая, у каких-то была хуже. Если мы смотрим на конкретные цифры, то мы видим, что есть библиотеки, в которые менее 100 книг в год поступало. В 2018 году есть библиотеки, в которых было более 1000 книг. Но, конечно, все равно обновления на 5-10% могли себе позволить немногие библиотеки. Далее мы смотрели сейчас на посещение наших библиотек модельных и, в частности, на посещение детских модельных библиотек. И тоже увидели очень интересные цифры. Сравнивали мы январь-февраль 2019 года с январем-февралем 2020 года. И если посмотреть на цифры, то мы видим, что 9 библиотек показали рост более чем 40%. При этом, конечно, есть особенно отличившиеся библиотеки. Например, в детской библиотеке Сыктывкара рост посещений за этот период в сравнении с предыдущим годом показал 107%. В филиале 12 детской библиотеки Мурманска 96%. 10 библиотек показали рост посещений от 20 до 40%. И 12 библиотек менее 20%. Тут важно заметить, конечно, что нельзя сравнивать, например, детскую библиотеку в селе и детскую библиотеку в довольно крупном городе. Конечно же, не может быть такой же большой рост посещения в более маленьких населенных пунктах. И мы не говорим, что, например, те библиотеки, у которых большой рост в процентах, они более успешны и лучше работают. Но всегда интересно наблюдать, конечно, за такими всплесками роста и анализировать, почему именно такой рост произошел. Что именно в данном конкретном населенном пункте поспособствовало такому росту. И мы постарались проанализировать как раз этот рост, узнать, что изменилось, за счет чего это произошло. Какие изменения в средстве этого или до этого произошли с фондом. И как все это отобразилось на востребованности фонда. Конечно, были опасения многих коллег. Я неоднократно слышала на конференциях. Опощения были связаны с тем, что библиотека превратится в культурно-засуговый центр. Там будут преобладать какие-то развлечения, не будет людей, которые читают. И вот мы сейчас как раз смотрим, анализируем эту ситуацию и что мы видим. Вот у 10 лидеров по посещениям, это лидеры на данный момент, мы еще не видим, что будет происходить в будущем. Так вот, у этих 10 лидеров также произошел интересный рост по книговыдачам. От 15 до 135 процентов, 135 процентов рост по книговыдаче в библиотеке-филиале 12 города Мурманска. При этом мы посмотрели, как вообще удалось достичь таких результатов. Мы основывали здесь на отзывах сотрудников библиотек, на их наблюдениях по тому, как ведут себя читатели. Так вот, сотрудники говорят, что от такого роста удалось достичь в основном за счет, конечно же, качества, качественного состава фонда. Был сделан упор на приобретение литературы, являющихся книг, лауреатов различных премий. Были использованы, если мы говорим о детской библиотеке, рекомендательные списки Российской государственной детской библиотеки. Было приобретено большое количество художественной литературы. Очень много было книг приобретено, конечно, по школьной программе, которая позволяет дополнить знания по школьной программе у школьников. Было также приобретено нашими детскими библиотеками очень много новых интерактивных созданий с использованием 3D, например. Все это позволило, конечно, повысить интерес к фондам у посетителей. Кроме того, размещение фондов теперь в основном у нас в открытом доступе, и расставлен фонд более привлекательно. То есть очень много, новые полки позволили расставить фонд таким образом, чтобы была видна обложка, если она красочная, интересная. Брать фонд намного удобнее. Книги сами, естественно, новые, в хорошем состоянии, это тоже привлекает. Многие библиотекари отметили, что используются новые формы раскрытия фондов. Таким образом это происходит. Проводятся различные интерактивные выставки, квизы, квесты. О книгах рассказывают в социальных сетях, о новинках рассказывают на информационных панелях, на плазмах, которые размещены в библиотеках. То есть используются различные новые форматы раскрытия фонда. Кроме того, многие отмечают, что комфортное пространство для чтения также поспособствовало увеличению книговыдачи и вообще востребованности фонда, потому что больше детей и их родителей хотят посидеть именно в библиотеке, почитать, либо полистать журнал. И таким образом тоже это повышает интерес. Кроме того, конечно, отметили и то, что в принципе посещения выросли за счет того, что интересно посмотреть на новое социальное пространство, социальную площадку. Но когда читатели приходят и видят, что на этой площадке есть не только интересная, удобная мебель или хорошие компьютеры, но и качественная литература, эти посетители уже становятся полноценными читателями и таким образом тоже растет книга выдача, растет востребованность фонда. Это такие общие заметки, которые мы взяли от наших коллег, работающих в библиотеках, и также нам показалось, что интересно было бы рассмотреть конкретные примеры. Коллеги привели интересные примеры о том, как они работают в новых условиях. И вот, например, информация как раз из Мурманска, появилась литература по робототехнике и лего-конструированию, что позволяет удовлетворить читательский спрос детей, занимающихся творческой мастерской. То есть мероприятия, которые проводятся в библиотеке, дополнены или, наоборот, фонд дополнен мероприятиями. И все вместе это работает очень эффективно. Интерактивные выставки, выставки, диалоги. Большой популярностью пользуются книжные выставки из разряда «Я проситал». Это очень интересно. Интересно. Смотрим фильм, читаем книгу. Соответственно, конкретные читатели рекомендуют другим читателям своего возраста или своего круга интересов книги, которые им понравились. Интересный пример из Мирокородской области, где создали скорую книжную помощь. Это такой проект по созданию информационно-досуговой среды, где, собственно говоря, тоже по интересам предоставляется специальная литература, которая спешит таким образом на помощь своим читателям. В Свердловской области к 200-летию открытия Антарктиды на Банеменце-библиотеке оформлена интерактивная выставка «Путешествия по Антарктиде» с использованием QR-кодов, которые дополняют выставку. И также проводится интерактивный квест «Выберите из комнаты», который тоже посвящен Антарктиде, и настольная игра «Найди пару по животным материкам». То есть библиотека использует различные свои ресурсы и материалы для того, чтобы человек полностью погрузился в тему, и таким образом тоже привлекает новых читателей. В Ставропольском крае для лучшего ориентирования по библиотеке и ее фонду решили использовать нестандартные как раз библиографические уроки, квесты, и планируется провести книжные посещалки «Невероятные приключения» или «Первоклассникам вход разрешен», библиоквест вокруг да около библиотеки, библиобродилки «Навигатор в Книжном море» и другие. В Республике Мордовии для продвижения книги и чтения запускаются акции, которые посвящены обзорам определенных книг. Делаются обзоры на новинки, а также флешбуки. Для меня это было очень интересно узнать о флешбуках. Берутся какие-то цитаты из книги и приклеиваются поверх. Читателей привлекает это тем, что можно выбрать книгу условно вслепую, не читая аннотацию. Что же хотелось бы на самом деле вывести из этого всего? Действительно, библиотеки получили большое количество финансовых ресурсов. И дальше нам важно проанализировать, как они были использованы, что эффективно, что неэффективно, для того, чтобы дальше коллегам, которые уже входят в проект, либо будут модернизироваться другими способами, было легче использовать какие-то методики. Очень хотелось бы получить ваше мнение на этот счет. К сожалению, мы не можем сейчас вживую этого сделать, поэтому я предлагаю вам отправить комментарии нам через коллег из РГДБ или напрямую в проект МИОС по созданию модельных муниципальных библиотек, что было бы особенно интересно услышать. Как вы думаете, каким должен быть фонд в муниципальной библиотеке? Какова его задача? Какие новые подходы в работе с фондом используете вы? Какие методы работы позволяют раскрыть фонд наиболее эффективно и привлечь к читателям? Какими основными сложностями приходится столкнуться и как вы решаете такие проблемы? Конечно, я понимаю, что первая сложность всегда будет финансы, и это понятно. Если у вас есть какие-то уже хорошие примеры, как вы решаете такую проблему, тоже поделитесь. И было бы интересно узнать, помимо финансовых сложностей, какие еще другие сложности вы видите в задаче формирования фонда. Возможно, конечно, поиск поставщиков, конкурсные процедуры. Что еще бы вы могли рассказать о сложностях именно в работе с читателем? О сложностях подбора литературы по конкретным темам. Может быть, какие-то другие сложности, которые вы видите? Это было бы очень интересно узнать. И, конечно, мы будем рады любым комментариям и предложениям по заданной теме. Хотелось бы максимально детально изучить данные вопросы, которые вы вышли. Мы обязательно ответим на все и сможем подискутировать на эту тему. Онлайн, либо по скайпу. Я думаю, что мы найдем любые возможности. Я благодарю вас за внимание. Пожалуйста, обращайтесь на наш сайт, новая библиотека.рф, для того, чтобы найти информацию по проекту о создании модельных муниципальных библиотек. Также мы очень просим вас писать нам на e-mail modellibrary.com.ru На эту почту мы всегда отвечаем, смотрим ее каждый день. Поэтому вы можете смело писать нам на этот адрес. Большое вам спасибо. Желаю вам хорошей рабочей недели. Но и прежде всего, конечно же, желаю здоровья вам и вашим близким. Берегите себя. И надеюсь, что мы скоро увидимся лично. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.